Притчи Соломона, глава двадцать седьмая Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой. Тяжел камень, весок и песок, но гнев глупца тяжелее их обоих. Жесток гнев, неукротима ярость, но кто устоит против ревности? Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Искренне укоризны от любящего и лживы поцелуи ненавидящего. Сытая душа попирает и сот, а голодной душе все горькое сладко. Как птица, покинувшая гнездо свое, так человек, покинувший место свое. Масть и курение радует сердце, так сладок всякому, друг, сердечным советом своим. Не покидай друга твоего и друга отца твоего, и в дом брата твоего не ходи в день несчастья твоего. Лучше сосед вблизи, нежели брат вдали. Будь мудр, сын мой, и радуй сердце мое, и я буду иметь, что отвечать злословящему меня. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Возьми у него платье его, потому что он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него злог. Кто громко хвалит друга своего с раннего утра, того сочтут за злословящего. Непрестанная копель в дождливый день и сварливая жена равны. Кто хочет скрыть ее, тот хочет скрыть ветер и масть в правой руке своей, дающую знать о себе. Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего. Кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды ее. И кто бережет господина своего, тот будет в чести. Как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку. Преисподняя и Авадон ненасытимы, так ненасытимы и глаза человеческие. Что плавильня для серебра, горнила для золота, то для человека уста, которые хвалят его. Толки глупого в ступе, пес с пестом вместе с зерном, не отделится от него глупость его. Хорошо наблюдай за скотом твоим, имей попечение о стадах, потому что богатство не навек, да и власть, разве из рода в род? Прозебает трава, и является зелень, и собирают горные травы. Овцы на одежду тебе и козлы на покупку поля. И довольно козьего молока в пищу тебе, в пищу домашним твоим и на продовольствие служанкам твоим. Продолжение следует...